Появление такой системы, как госуслуги, значительно упростило оформление различных документов. Граждане могут, например, заказать справку о несудимости, не покидая дом в режиме онлайн. Когда она будет готова, останется лишь прийти и забрать ее. Кроме того, особое удобство заключается в том, что на сайте проекта можно получить необходимую информацию, например, узнать точный список документов, необходимых для оформления загранпаспорта, сумму пошлины и даже реквизиты для ее оплаты. Если же человек не владеет компьютером, он может прийти в информационный центр МВД, где ему помогут специалисты. Граждане могут как подтвердить свою учетную запись для регистрации на портале государственных услуг, так и получить квалифицированную помощь при регистрации на портале. Разумеется, на оформление документов в удаленном режиме наложены некоторые ограничения. Таким образом, если вы только зарегистрировались на портале госуслуг, вам доступна лишь справочная информация. При внесении в учетную запись паспортных данных и СНИЛСа можно зарегистрировать товарный знак, проверить задолженности и так далее. Самые широкие возможности предоставляет так называемый подтвержденный статус. Его можно получить, посетив один из информационных центров, либо отправить письмо по почте. Такая форма учетной записи дает доступ практически ко всем государственным услугам. Например, можно отправить заявку на получение загранпаспорта или зарегистрировать автомобиль. Однако некоторые операции можно произвести только на личном приеме. В связи с изменениями в административном регламенте по выдаче справок о реабилитации заявление подается только на личном приеме по нашему адресу, либо почтой направляется на адрес улицы Богдана Хмельницкого 4. Многие граждане, подтвердившие учетную запись, уже оценили удобство работы с порталом госуслуг на дому. Ведь большинство документов и справок можно оформить, не отходя от компьютера или через смартфон. Это позволяет экономить массу времени, которое пришлось бы потратить в очередях различных учреждений. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ.